Привет, мои кукурузинки! Данное видео необычное, а также оригинальное. Дело в том, что некоторая ненависть разделяется на подвиды, в зависимости от того, насколько она большая. Также есть такая штука в мультивселенной, как ненависть к собственным сознаниям. И именно про эти ненависти я и хочу поговорить. Всего их 5 типов. Про 5 тип мне пока нечего сказать, потому что 5 тип это, собственно, Рэй. Но я попробую изложить информацию о нём хоть немножко. Там над его способностями работаю я. Сейчас я поговорю о 4 основных типах, которые есть в мультивселенной. И о 4 носителях этого типа. Учитывая Фандом Андертейл, то ненависть это очень сильное чувство, граничащее с решимостью. И которое даже может эту решимость побороть, если она не будет достаточно сильной. Ненависть как паразит. Она цепляется к тебе намертво. И избавиться от неё очень сложно. Ненависть в перемешку с другими негативными эмоциями становится ещё сильнее. И это хорошо заметно в том же Глеч Тейл. Сейчас я хочу поговорить о том, что есть 4 уникальных ненависти, которые обрели собственное сознание. Также у ненависти есть своя степень развития. Во-первых, есть ненависть как эмоция. Она есть, но ничего такого она не делает. Может немножко подпортить душу и самочувствие того, кто её в себе содержит. Второй тип – это ненависть за рождающимся сознанием. Она куда сильнее, чем первый тип. И у неё уже есть своё осознание. Однако заканчивается это осознание тем, что она просто уничтожает всё сущее. Третий тип – это выжидание. Ненависть находит в себе носителя, если носитель предыдущий был утерян, или же остаётся в теле того, кто является её носителем на данный момент. И ожидает, когда станет более сильной. Понимая, что просто уничтожая всё, ничего не добьётся. И четвёртый, последний тип – это полностью сформировавшееся существо, существо из ненависти, собственным сознанием, целями и эмоциями. И эмоции эти чаще всего отрицательны, так как являются набором всех негативных эмоций, которые вообще могут существовать. Тот же страх, то же безразличие, то же корысть, гордыня – это также являются негативными эмоциями по этому, и негативными качествами. И они и составляют вот эту вот полностью сформированную ненависть, как и другие. И именно полностью сформированных ненавистей на всю мультивселенную всего пять штук. Но именно четыре из них – одни из самых сильных и самых опасных. Каждая сформированная ненависть имеет свою уникальную черту, из-за чего эти ненависти, садясь в битве, могут убить друг друга, так как они несовместимы. И могут наносить урон друг другу, не имея возможности блокировать атаки друг друга. Поэтому, например, Найтмар не хочет конфликтовать с хейтом. Так же Риза не лезет в драку с другими ненавистьями, потому что понимает, что её могут реально убить. Именно не Риза, а сама иллюзия её ненависти. В общем, о каждом типе вы узнаете подробнее, потому что каждый раздел видео, всего этих разделов будет пять. Я о каждом типе расскажу. Будет отдельно. И я в каждом этом разделе буду, собственно, говорить о принадлежности той или иной ненависти к тому или иному типу и характеристики, особые навыки, способности и умения. А так же то, кого они не переносят из своих сородичей. Тайм-коды будут в описании, если вы не хотите слушать моё очень долгое вступление. Такой тип ненависти, как у Хейта, искажение весьма опасен для обычных монстров, но не опасен для таких же ненавистей, как и он сам. Его способности чем-то схожи со следующим типом, о котором я расскажу. Однако, они очень сильно отличаются, потому что Хейт своей жертвой не управляет. Он лишь ввергает её в параноидальное состояние постоянной тревоги, что кто-то наблюдает, что ему все врут, что его желают убить, и что ему осталось недолго. Находясь в таком состоянии и испытывая постоянную тревогу, жертва очень сильно замыкается в себе, начинает подозревать всех вокруг, вести себя агрессивно в некоторых случаях, нападая на других. Данные эмоции, которые испытывает жертва, это страх. Очень много страха, очень много боязни, очень много неверенья. Именно это подпитывает Хейта лучше всего. Также, такая ненависть, как у Хейта, весьма жестока. Обусловлено это тем, что все жертвы Хейта не выживают. А заканчивается такой сеанс психотерапии весьма плачевно. Вышедшая из-под контроля магия из-за постоянной тревоги, начинает разрывать тело своего владельца, наступает адская агония и медленная и мучительная смерть, за которой и наблюдает ненависть. Своего хоста данный тип ненависти просто боготворит, а также старается уберечь от всего, что может хоть как-то причинить боль. В основном сотрудничает с той душой, к которой привязана. Поэтому ведет себя в зависимости от того, как будет вести себя ее хозяин. Поэтому может иметь абсолютно разные характеры. На данный момент Хейтсанс – это единственный развитый представитель данного типа ненависти. Пожалуй, одна из самых вредных представителей – тип ненависти-манипулятор. Сам работать не хочет, но зато предпочитает, чтобы всю работу за него делали другие. И очень недоволен, если не получается так, как он хочет. Обычные цели преследуют, такие как поглощение всего сущного и разрушение всего и вся. Единственным препятствием становится душа его хоста. Именно из-за нее не может воплотить все свои коварные планы в жизнь, поскольку тогда доступ к душе закроется, и ненависть начнет угасать. Имеет очень сильную связь со своим хостом, поэтому на тот свет не только сама уйдет, но и своего хоста туда затянет. Хост данной ненависти – Найтмар. И это, кстати, единственный представительство развитой ненависти. Сама же ненависть-манипулятор использует эмоции. И против их, своей же жертвы. Она находит тех, кто находится в отчаянии, в ярости, и предлагает им помощь взамен на какую-то небольшую работу для нее. Таким образом, подписывая контракт с этой ненавистью, вы обрекаете себя на пожизненное рабство. И плевать ей, чего вы хотели. К своим, так сказать, шестеркам привязывается весьма редко. Так что то, что Найтмар привязался к своей банде – это очень и очень большое событие. Своего хоста старается и берегать, и держать подальше от своих дел. А еще лучше, если он будет спать беспроводно, и не мешать ей творить то, что она задумала. Однако хоста своего защищать будет любой ценой, потому что если погибнет, он погибнет, и она вместе с ним. Хронически не переносит своих сородичей ненависти, просто потому что те не сходятся с ее мнением. Пожалуй, одно из самых хитрых существ, которое вообще есть среди ненависти. Из своего хоста носа не кажет, только в случае, если готов к встрече ко всему. Накапливает свои силы достаточно долго, но при этом имеет буст в тем в том, что гораздо сильнее своих сородичей, так как питался дольше. Да, и о его существовании много лет можно не подозревать, так как он, в принципе, может не показывать о том, что он находится в теле. Так что узнаете вы о своем сожителе, скорее всего, очень поздно. Хоста своего ни во что не ставит, но если хост начинает огрызаться, то молча затыкается и слушает, что ему говорят, спокойно напитываясь негативными эмоциями. Побаец побаивается следующего типа, потому что тот может серьезно по куполу настучать. Но, тем не менее, остальные два типа, о которых уже было сказано, не особо-то и боится, так как поставить их на место для него ничего не стоит. На самом деле, очень хитрая задница. Зачем напрягаться, если твой хост сделает все за тебя, а ты просто посидишь, да, поотдыхаешь. Негативные эмоции сами к тебе придут. Никаких особых навыков контроля он не имеет, только эмоции поглощает отовсюду, как пылесос. И в основном негативные, от позитивных шипит и убегает. Однако, если его хост состоит из чистых позитивных эмоций, то в принципе может это вынести, потому что связан с душой и получает иммунитет к урону от позитивных эмоций. Остальные типы ненависти можно засечь по изменениям души их хостов. Но данный тип ты хрен засечешь. Прячется он очень хорошо, душа визуально не меняется, а ощутить его невероятно сложно. Так что именно тем, что он и незаметен для остальных, пока прячется в теле своего хоста, он и опасен. Никогда не знаешь, когда эта крокотябра выберется оттуда, где сидит. В редких случаях привязывается к хосту и признает его авторитет. Тот же Дрим и Шаттерет Дрим. Шаттерет заткнулся, потому что Дрим поставил его на место. Данный тип ненависти весьма вспыльчивый, избалбошный и вообще не трогайте меня, у меня есть свой кодекс чести. Своего хоста обожает и на руках носит. Но пускай лучше он в ее дела не вмешивается. Мстит всем по-черному, даже если ты не так посмотрел в ее сторону. Из-за этого вспыльчивого характера обычно очень редко ладит с другими представителями своего вида. Младших ненавистей контролирует и плевать, чего они там хотят. В отличие от трех предыдущих видов, ей много негативных эмоций не надо. Может напитаться и от одного живого существа. А потом беги, кто может. Также в отличие от трех предыдущих, использовать силы своих хостов она не может. Что является ее минусом. Однако восполняется это ее атаками, которые имеют достаточно высокий урон, а также еще и по площади. А значит убежать вам от нее будет сложно. Обычно особо не цацкается со своими жертвами, так что с ней достаточно сложно. Но договориться можно. Кодекс чести данной ненависти слабых я не добиваю. Все равно до моего места не дорастут. А если дорастут, то быстро слетят с пьедестала. Является единственным представителем ненависти типа Мститель. Своего хоста будет защищать до последней капли крови даже в словесной перепалке. Не особо любит другие ненависти, особенно тип Манипулятор, который ничего не хочет делать самостоятельно и предпочитает, чтобы за него делали все остальные. Называет данный тип лицемером, из-за чего постоянные ссоры и драки. С поглощающим типом общается весьма сдержанно. А вот тип искажения не переносит, так как от него, как она говорит, у нее голова болит. Возможно, такое из-за воздействия ауры самого типа на нее. Хотя и у нее аура тоже весьма убийственная. Как и у других ненависти, рядом с ней можно почувствовать тревогу. А также желание убивать все сущее, потому что, видите ли, все тебе сделало зло и всему нужно отомстить. Однако, в отличие от остальных ненависти, ведет себя спокойно. Захватывать мир не спешит, ей этого не надо. Часто идет на компромиссы со своим хостом, из-за чего становится заложницей других идеалов. Хост данной ненависти хранитель луны Риза. Тип, появившийся в результате слияния мстителя и манипулятора. Ненависть, которая гораздо сильнее двух вышеперечисленных. А все потому, что у нее появляются особые возможности. Также у нее появляется скрытность и хорошая маневренность. От других ненависти убегает быстро, просто потому, что не хочет конфликтов. Да и зачем ей лишние раны? Восстановление у нее куда медленнее, чем у других ненавистей. Своего хоста бережет, как зеницу ока. Не дай Господь с ним что-то случится. Ему же будет сложнее его вылечить. Предпочитает находиться в аналах вселенной подальше от четырех более старших представителей. Ее хост в еде не нуждается, так как все чувство насыщения восполняется негативными эмоциями, из которых ее хост будет полностью состоять. Не попадает под контроль других ненавистей. И также прекрасно рассчитывает все свои ходы, дабы вообще ни с кем не стыкаться. Действует из-под тяжка. Если ее разозлить, то умрешь ты медленно и мучительно. Ходя сначала за ней хвостиком туда, куда она хочет. А затем, умирая от Мстителя с его атакой по площади, тебя просто размажет по полу. Характер имеет спокойный и маловспыльчивый. Но лучше не злить, потому что становится Мстителем номер два убивать все, что движется. Хоть и имеет способности к манипуляции, использовать другие для достижения целей не любит. Хостом данной ненависти является Ray Sons. Данная ненависть в единственном экземпляре. И на данный момент находится далеко на окраине вселенной, дабы не стыкаться вообще ни с кем, живущим в мультивселенной. Дабы не возникал выше перечисленный вопрос, почему я не внесла сюда ненависть из Гличтейл, объясню очень просто. Данная ненависть находится только на второй стадии. Она еще молода и достаточно слаба. И до четвертой ступени ненависти не дотягивает. Ее разум нацелен только на уничтожение. Души и хоста у нее нет, а значит долго эта ненависть не протянет. Поскольку ненависти нужно крепиться к какой-то душе, если у нее нет хоста, она начинает терять свою силу. В конечном итоге, переходя на первую ступень, с первой ступени... Смерть.